Детский сад Теремок города Шелезногорска это необычный детский сад. Здесь воспитываются дети с нарушением зрения и глазными патологиями. В этом детском саду используются самые современные методы для оздоровления и воспитания детей. Вот уже второй год этот детский сад является сетевым детским садом проекта школа Росатома. С 3 по 5 апреля в детском саду номер 37 Теремок проходит стажировка воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учреждений атомных городов. Тема стажировки звучит так. Технология развития детской игры у детей с ОВЗ на основе сенсорного подхода. Что это означает? Если у ребенка нарушено зрительное восприятие, значит это нужно компенсировать другими органами чувств. Через слух, обоняние, осязание, тактильные ощущения. И чтобы увлечь ребенка процессом познания мира, с ним можно и нужно играть. Цель стажировки это убедиться, что специалисты детского сада, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи тоже должны играть. И сказать себе откровенно, мы не должны нашу деятельность строить в виде занятий детей. Мы должны с детьми играть, потому что в игре дети быстрее осваивают то, чему мы хотим их научить. В стажировке принимают участие воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи и логопеды. Из Димитровграда, Курчатова, Новоуральска, Снежинска, из Заречных, Свердловской и Пензенской областей, Зеленогорска и Железногорска. Тема стажировки для меня близка, потому что руководитель стажировки тоже является учителем-дефектологом. И работает с детьми с особыми образовательными возможностями. И я также работаю учителем-дефектологом и работаю с детьми с особыми образовательными возможностями. И сейчас актуальна очень тема игры, и как же нам узким специалистам все-таки научиться взаимодействовать с детьми через игру, ну давайте, и вбрасывать свои задачки. Я приехала посмотреть опыт коллег, хочу чему-то научиться новому. Все участники стажировки осознанно выбрали площадку 37-го детского сада для повышения своего профессионального мастерства, так как в своих городах и своих образовательных учреждениях они работают с детьми с особыми образовательными потребностями. Наш детский сад старается войти в сетевые стандарты Росатома, и нам, конечно, очень интересно поучаствовать во всех стажировках, какие предлагает нам Росатом. И это одна из них. Очень интересна коррекционная работа в группах для детей с нарушением зрения. Что ожидаем? Ожидаем, конечно, новых знакомств, новых впечатлений, новых знаний. На протяжении трех дней стажеры были погружены в деятельность по проектированию развивающей предметно-пространственной среды. Педагоги-дошкольники смогли опробировать свои действия по поддержке детской игры с использованием сенсорных стимулов в формате игрового события. Группа 5, зелененькая. Ребята, подложите, что у вас есть. Знакомство с детским садом и его образовательной средой прошло в формате квеста. Участники стажировки перемещались по группам Теремка и пытались найти различные игровые маркеры, материалы и условия, которые можно применить в различных видах игры с учетом сенсорного подхода. После чего наблюдения стажеров были представлены на общественное обсуждение. Для развития регистровской игры в этой группе созданы очень хорошие условия. Здесь дети представляют возможность прибыли, чтобы было поединение на... Раз это образная игра, как бы это деятельность приоритетная в этом возрасте, что кто-то из детей, что равно в каком-то образе дети могут организовать там. И как сцену какое-то, место, подиумы, допустим, да, и игру там организовать могут. Чтобы еще больше погрузиться в проблему, нашим педагогам было предложено на время отключить зрение и побыть в роли невидящих или слабовидящих детей. Вслепую они выбирали угощение, предложенное им воспитанниками детского сада, и определяли на вкус, какой фрукт или овощ они попробовали. Попробовать, да? Давай дальше пробовать. Пока мы все не съедим, да? Яблоко я уже съедим, правильно? Да. Правильно мы попили, Алиса? Ммм, она твердая какая-то. Мы молодцы. Как выбрать наиболее оптимальные и целесообразные способы взаимодействия с воспитанником с целью продвижения их игровой практики? Во второй день стажировки ее участники наблюдали за игрой детей в группах и в открытом образовательном пространстве Open Space. У нас задача наблюдать за детской игрой, то есть смотреть, наблюдать, как они играют, как они взаимодействуют друг с другом. Ну, пока мы никаких выводов не делаем, просто наблюдаем задачи. Писываем, вот что делает ребенок, чем он занимается, с кем он играет. Не просто фиксировать, что ребенок знает и умеет, а безоценочно наблюдать. А потом мы все вместе анализировали, как то, что мы увидели, связанное с ребенком. У них было задание наблюдать конкретного ребенка. Не в целом вообще, а давали семена, и они наблюдали конкретного ребенка. И потом мы вместе определяли уровень развития игровой деятельности ребенка. Прямо говорили, что должен делать педагог по поддержке игровой деятельности ребенка. Какой следующий этап. Стажеры наблюдали за детьми, а за стажерами наблюдали внешние эксперты. Одним из таких сторонних наблюдателей выступала старший воспитатель детского сада «Теремок» Нина Игоревна Лебедева. И моя основная задача – отслеживать приросты стажеров. Их вопросы, их интересы, их взаимодействие с детьми. И эта задача, мне кажется, невероятно интересная. Я сама, наблюдая за своими коллегами, понимаю, что растут они, растем мы. И насколько дети в этой атмосфере тоже начинают вместе с нами двигаться вперед большими шагами. После двух насыщенных дней работы стажерам требовалась пауза, чтобы немного отдохнуть и набраться сил перед последним этапом стажировки. 4 апреля для участников проекта «Школа Росатома» в актовом зале Дворца Творчества прошел вечер-концерт. Гостей приветствовал руководитель управления образования Валерий Геннадьевич Головкин. Каждый взгляд со стороны, каждая оценка, каждая мысль, извини, это экспертное мнение, которое нам очень дорого, которое нам очень важно. И опять же говорю, в центре всего этого ребенка. И я точно знаю, что каждый из вас настолько проникан всем этом, настолько проникан на ваша душа и ваше сердце. Вас бы не было здесь, если бы вы это все и себя целиком не посвящали бы работе детьми. Потому что когда вы видите улыбающиеся лица детей, довольные лица и довольные воздвиги родителей, я думаю, что это вершина того, ради чего мы каждый день приходим с вами в группу. Перед собравшимися выступали творческие коллективы Дворца Творчества, младший хор и ансамбль флейтистов, танцевальные коллективы образцового ансамбля «Сибирята», вокальные группы образцовой студии «Берег детства» и коллектив «Восьмая нота». Не будет разрыв, утром пустына, с небом посморную соль. Но всем лучше, девчонка моя, всем привет, Россия, моя. Я просто в шоке. Знаете, в шоке. Реально положительный шок. Как ваши дети, насколько они эмоциональны, насколько они творческие, насколько они не только девочки, но и мальчики меня поражают. Вот в чем дело. И я не могу понять, как вот это все происходит у вас. У нас немножечко к уму. В третий день стажировки наши педагоги-дошкольники смогли опробировать свои педагогические действия по поддержке детской игры с использованием сенсорных стимулов в формате игрового события. Стажеры провели свои сенсорные провокации. Здесь были и слуховая провокация, провокация, связанная с обонянием и вкусом, тактильная провокация и звуковая провокация. Дети, есть запахи приятные, а есть запахи не очень приятные. А кто же готовит такие шедевые? Давайте вы сейчас превратитесь. One, two, three, поваров превратись! Я была приятно удивлена, потому что я получила очень много информации. Мне удалось поиграть с детьми, пообщаться с ними. И надо отметить, что дети очень легко идут на контакт с чужим человеком. Это очень радует. Какой опыт детского сада номер 37 вы будете использовать в своей работе? Однозначная игра. То есть я пересмотрела, начала пересматривать какие-то моменты в своем сознании. Я думаю, что я все то, что новое узнала, попробую использовать в своей работе. Игра. После события стажеры подготовили презентации своей работы и презентовали всем участникам стажировки идею своей игры. Рассказали о том, как все прошло, какие выводы они сделали в ходе наблюдения за детьми. Ну и потом, значит, фея предложила, что ей не просто нужны овощи, а нужно, чтобы вот эти овощи усилили свой запах, что для этого нужно сделать. И она хочет сделать сюрпризы для детей, для своих гостей. И что, ну, рассказом о том, что вот эти запахи можно и свешивать. И задача взрослого здесь, инициировать игру, мне немножко не хватило здесь, как петушку, петушка попросили по кукаре ехать, как он крылышками махал. Вы пошли опять по пути наименьшего сопротивления, но считалось это, вы что на эту девочку? Почему вдруг вы решили поменять эту линию? Напряженная работа стажерской площадки с погружением в теорию и практику проводилась под профессиональным кураторством эксперта проекта «Школа Росатома» Елены Сергеевны Непомнящей. Ее принципиальность, профессиональная зоркость и грамотность высоко ценятся педагогами дошкольных учреждений. Какие у вас впечатления от стажировки? Ну, впечатления самые позитивные, а позитив есть в том, что стажировка выстроена очень профессионально. Профессионально идет обучение стажеров, ведь стажировка – это прежде всего не лекции, не семинары, а это погружение стажеров в практические форматы взаимодействия с детьми. И все истины по ходу стажировки мы открываем в непосредственном взаимодействии либо с стажерами и с руководителем стажировки, либо с воспитанниками детского сада, в данном случае теремок. Здесь специалисты. А специалист всегда говорит, что моя задача – учить. А здесь происходит такое обучение, даже менять свою концепцию профессиональную. Нет, я буду учить, но буду учить в игре. И вот Татьяна Анатольевна нам это демонстрирует и дает возможность, это самое главное, возможность попробовать это делать с детьми. Команда детского сада 37 сделала все возможное для создания теплой, дружеской и в то же время рабочей атмосферы, чтобы все участники стажировки чувствовали себя комфортно даже во время выхода из зоны комфорта и получили при этом максимальное профессиональное приращение. Стажировка происходит у нас какая-то просто необыкновенная, потому что подобрались участники с разных городов, педагоги, которые живут в мире детской фантазии, в мире детской игры. И нам настолько интересно за всем этим наблюдать, что каждый раз думаешь, откуда, откуда эта идея, откуда этот поворот сюжета. Мы немножко, конечно, волновались, кто к нам приедет, но приехали люди очень творческие. Конечно же, главным человеком, руководителем и модератором стажировки выступала учитель-дефектолог и тифлопедагог детского сада 37 Теремок Татьяна Анатольевна Грищенко. Она, как вектор движения, безусловно знает, куда двигались стажеры и к чему пришли, даже несмотря на то, что к середине стажировки у нее пропал голос. Личные ощущения стажеров, они присутствуют. То есть они уедут обогатившиеся новым опытом, новыми знаниями. Но, конечно, основная рефлексия произойдет немножко позже, когда пройдет какой-то срок стажировки. И мы что-то будем переосмысливать и стажеры. А первое впечатление – стажировка удалась. Стажировка Татьяны Грищенко завершила цикл стажировок воспитателей проекта «Школа Русатома» в Железногорске и вообще в Сибирском округе. Все стажеры получили бесценный багаж знаний, зарядились новыми идеями для работы и пополнили копилку профессиональных контактов. Стажировка закончилась. Педагоги-дошкольники увозят с собой новые знания, которые смогут применить в своей работе на благо развития детей. Георгий Скорихин – специально для канала проекта «Школа Русатома» АТОМ-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok